Пару дней назад я увидела этих ребят на заправке, они медленно подползали к бензоколонке и я реально думала, что у них что-то сломалось и им нужна помощь Я в своем регионе очень далека от тюнинга какой-либо продукции автоваза поэтому вот это зрелище для меня было полнейшим удивлением Я сняла короткое видео в инстаграм, которое моментально просто набрало 150 тысяч просмотров Я обменялась с ребятами телефонами, хорошо, иначе долго пришлось бы их искать И решила, конечно же, снять эту машину, раз она вызывает такую неоднозначную реакцию Оказалось, что это стиль Стиль носит название автош либо азерлоу И сегодня я вам все о нем расскажу Я не могу сказать, что я поддерживаю или не поддерживаю это явление Оно есть, и значит, давайте о нем что-то узнаем И с нами четкая Priora B Pan без посадки авто нет Ну просто так, для кадра Стиль автош изначально пошел из Баку Причем очень-очень давно, где-то еще в середине 90-х годов И потом, в середине 2000-х он очень развился Молодые пацаны стали делать себе тачки с приподнятым бакинским передком Мне очень понравилось это выражение «бакинский передок» Так вот, бакинский передок делался не только для того, чтобы выглядеть вот так оригинально А для того, чтобы хулиганить на дороге И в середине 2000-х они дохулиганились до того, что их просто запретили Причем правильно сделали Потому что молодые ребята без царя в голове Начали просто сплошь и рядом биться, травмироваться и уродовать других на дороге И этот кадр не несет в себе никакой смысловой нагрузки Это просто ответ всем хейтерам, которые пишут «Лиса, ты же зажралась, ты лежишь исключительно под гелендвагенами» И, кстати, если не дай бог на вас едет этот автомобиль Ложитесь, он проедет Поднимали морду Менялся центр тяжести И на дороге, и на скорости Причем не обязательно на очень большой Начинали болтать машину вправо и влево Она раскачивалась И дальше вот из-за вот этих резких движений рулем Вставала на два колеса Чистое хулиганство Причем сейчас сами поклонники стиля авто По крайней мере, те, которые живут в Москве И продвигают это движение в Москве Они категорически не поддерживают таких ребят Потому что считают, что это и есть пропаганда того, чего нельзя сделать И из-за чего их движение могут запретить окончательно Короче, все слова о том, что это такая нормальная, безопасная машина Я, пожалуй, беру обратно Ну, во-первых, в ней темно, так темно, что вообще нихера не видно Но это все тонировка, это можно и содрать Руль просто практически не крутится Я не понимаю, как парень его крутит Но, видимо, просто у него руки намного сильнее Что, наверное, нормально Дальше, знаете что? Здесь вот эта вот вся приблуда, которая под рулем Это электроусилитель руля Но он пока не подключен Потому что машина еще в стадии постройки И когда его подключат, может быть, будет дело По крайней мере, пока Не знаю, мне даже на таком автомобиле страшновато, если честно Выезжать куда-то на дороге общего пользования Я пока катаюсь по парковке Плюс, извините, но нет ремней Я как-то не привыкла кататься без ремней Но вот их пока, по крайней мере, нет Тоже, опять же, из-за стадии постройки автомобиля Человек, которому сейчас принадлежит эта машина Начал ей заниматься, когда ему было всего лишь 15 лет То есть, по сути, он был мальчишкой Ну и вкладывал в нее деньги И многие вещи он сделал совершенно неоптимальным образом И сейчас признает это Например, сюда зачем-то он поставил новый двигатель Хотя можно было перебрать старый Ну и целый ряд вот таких вот ошибок, которые он сам признает Глобально, если вы хотите вот так сделать тачку Это уже другой вопрос, красиво это или некрасиво Бюджет, ну, порядка 15 тысяч рублей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok